доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и опять у меня какой-то сегодня нестандартное видео но тем не менее общее название я думаю этого видео будет телемедицина буквально несколько недель назад может быть впервые я с этим явлением столкнулся вернее нет не так с моим хорошим знакомым другом коллегой мы обсуждали этот вопрос несколько раз он в общем-то специалист медик заведующий отделением невролог грамотный человек умнейший мужик парень мужик значит и вот я такой неопытный общем-то психофизиолог мы с ним обсуждали как лучше как можно я приводил например такой фильм как в этом и обмани меня то есть с очень известным популярным актером очень метод сильно нравится но неважно вот там настоящая медицина телепсихиологии телемедицина как угодно это можно было назвать в этом фильме как мне казалось с точки зрения техническом было представлено что же у нас реальности на данный момент россия 21 век середина 2020 года значит июль месяц и что мы наблюдаем на данный момент буквально так случилось что за последние две недели даже на больше три недели не два раза удалось это дело все понаблюдать вот я такой сформировал коллаж буквально за несколько минут там фотографии да и хотел бы на эту тему с вами поговорить обсудить как это все выглядит на данный момент начать с реальной действительности как говорится реальная действительность ставлено вы думаете айфоном идет такими 27 дюймовыми мониторами тут какие-то вообще тут программное обеспечение датчики от приведены вот на данном рисунке подсоединяется пациенту видимо говорят бывают ситуации когда даже делают операции под видео наблюдения вполне это все допускаю можно и нужно все это делать в рамках медицины психофизиологии так далее но на данный момент на середину двадцатого года все это в лучшем случае с технической точки зрения выглядит как вот такие вот мониторы но это вообще это надо это надо учудить чтобы такое что-то создать мониторы там вот три штуки здесь на самом деле вот я хотел бы ваше внимание уважаемые видео слушатели сконцентрировать вот на этом планшетике вот он здесь специально так приведен не сочтите за рекламу это планшет ирбис но нейм китайское производство ну как мы на им ирбис цена вопроса этого планшета значит порядка пяти я специально посмотрел в днс city link зашел посмотрел стоит он что-то пять тысяч с копейками но будем говорить 5 даже не 6 пускай пускай 6 тысяч он стоит то есть характеристики 2 гигабайта оперативной памяти карточка памяти камера на два или четыре допускай даже 6 мегапикселей то есть и соответственно от человека на него направляют значит этот планшет ирбис значит и просят вот здесь видимо специалисты врачи то ли какой-то процесс обучения происходит то ли какую-то неврологическую пробу пытаются они рассмотреть вот а я наблюдал работу врачи и неврологов которые через такой планшет ирбис направляя на пациента просят его пройтись сделать какие-то пробы там бромберга посмотреть как он там деле полотенца на две части значит походку его рассмотреть через эту камеру за снять и послать кому-то показать кому-то из коллег то есть это не iphone даже не хочется произносить слово это даже не iphone это ирбис за 5 500 то есть 2 мегапиксель мегапиксельная камера и соответственно так то все происходит ну что сказать ребята позор одно слово россия 21 век коронавирус идет по планете шагает семейными шагами россия впереди планеты всей поэтому коронавирусу хотя как я уже немножко отступлю тему скажу так как я говорил об этом может быть недели полторы-две назад никакого коронавируса не существует сейчас правительство медведеву и так далее не медведеву и путина и так далее постановка не постановление а распоряжение заканчивать с этим коронавирус коронавирусом все выборы прошли путин обнулился до 36 года мы с ним живем пенсии у нас отменен ближайшее время их не будет то есть необходимо самим будет содержать стариков родителей пенсии не будет заложено новой конституции все это я намешиваю но это просто от события последних дней да то есть реальная статья о том что пенсии в ближайшее время отменят и люди будут жить на свои накопления содержать своих там стариков родителей там так далее так далее так далее пенсионный фонд россии его не будет существовать ближайшие несколько может быть пяти десяти лет мод но не важно сейчас мы говорим о теле медицине и сюда же картинка попалась таким названием теле медицина у нас вполне впереди планеты всей не говоря о психофизиологии мы своей лаборатории тоже задумываемся об этом то есть у нас есть такая возможность и мы ее применяем в рамках наших психологических обследований каких-то трудных случаях сложных мы проводим это все понятно у нас основной первый метод это метод эксперимента будем гореть просто это различного теста различного рода тесты пробы и методики опросники пробы паза мэр с мэр до то есть мы диагностируем грубо говоря но обязательно обязательно стараемся проводить и какое-то обследование но на данный момент визуально то есть беседовать как правило это происходит через вайбер менее удобно это делать на мой взгляд по по skype и ватсап вайберные более оптимально то есть мы с одним пациента не пациента у нас нет пациентов у нас из клиенты до работники потенциально опасных производств то есть мы если что-то мы не понимаем по результатам пяти семи десяти тринадцати пятнадцати методик мы просим человека сесть перед экраном у нас и специальные просники для беседы ну я мои сотрудники знают их наизусть просто сидим и беседа с пациентом то есть без каких-то там напряжений попыток что-то нам продемонстрировать особенное там показать там какие-то пробы как-то у неврологов потенциально должно наблюдаться ну честно говоря я был в шоке когда вот такой планшете два раза я наблюдал эту картину 2 мегапиксельная камера значит направляют на пациента просят его пройтись и так далее в общем анекдот полнейший позорище позорище хотя бы хороший планшет купили у меня хороший планшет у самого да я знаю что такое сам большой любитель всяких девайсов гаджетов и так далее но это позорище как минимум на мой взгляд все это должно выглядеть серьезно как в фильме play to me обмани меня лайтман там играет такой главный актер как же его зовут уже запамятовал не помню неважно но тем не менее это можно и нужно легализовать делать то есть каким-то образом формулировать требования кабинетом вот такой телемедицинской диагностики или там телепсизиологической диагностики но отнюдь не через айфоны планшеты ирбис за пять тысяч рублей с половиной или даже через какой-то один компьютер это должно быть отдельное помещение с возможностью передачи файлов обмена файлов между специалистами в режиме диалога не то что засняли показали кому-то а тут же обменялись пока наши врачи не научатся значит работать с такими программами как adobe как минимум pdf да то есть чтобы сосканировать и передать какой-то документ а когда наши женщины врачи которые не имея лекарств и излечивая инсульт предлагают просто сесть и медитировать глядя на свою руку покачиваю как младенцев эти руки или же допустим купить постер солнышко это реальная ситуация реальные слова из моей жизни и смотреть на этот постер человек который пережил инсульт ему предлагается излечивать себя представляя какие-то приятные моменты из своей жизни назовем это так на солнышко смотреть на пост а до тех пор на что будет происходить у нас будет бардак полнейший в теле медицине психзиологии так далее должно это быть на каком-то определенном научном техническом уровне все это определено и это можно и нужно делать обязательно то есть какие-то консультации проводить а у нас врачи не представляют то есть делая допустим снимок на аппарате мрт ладно мужчины кто-то знает догадывается продвинутые молодые люди наши же тетушки неврологи и женщины неврологи способны запустить и слава богу выходят в интернет воздушный интернет не через вай фай с планшета ирбис и направляют он на пациента они не знают как и что такое iso файл чтобы сформировать его за пять секунд сделать снимок мрт предположим или компьютерную томографию до сделать из него iso файл и в режиме диалога отправить коллеги в другой город он предположим грубо говоря ты из томска в москву в санкт-петербург какую-то клинику с которой заключен договор с каким-то профессором который да он посмотрел пускай не с ирбиса снятая он посмотрел значит как человек ходит значит послушал как он говорит как он шепеляет после инсульт инсульта но это фигня такая полнейшая он как минимум должен посмотреть результаты мрт кт а когда начинаешь говорить неврологу общем-то два раза это наблюдал за последние три недели такую картину что то есть такое явление как передача файлов через интернет там потому же вайберу можно грубо говоря сделал снимок мрт кт там допустим там чего-то еще провел какую-то диагностику все это можно сделать видео iso файла диска передать специалисту чтобы он увидел как вот на этой картинке изображено тут видимо снимок чего-то головного головной мозг да чтобы он посмотрел этот снимок режиме реального диалога послушал через микрофон как шепеляет пациент на то есть убедиться в том что и как с ним происходит то есть должен быть полный спектр аудио визуальной информации о пациенте наши же неврологи реальность такова что они умеют слава богу умеют это позорище умеют направить на пациента планшет ирбис за пять с половиной тысяч извините меня буду повторяться меня бомбит от всего этого направить планшет ирмис ирбис и через мобильный интернет показать как человек значит делит полотенце пополам или как он ходит по палате такого не должно быть это позорище в двадцать первом веке в россии самой богатой стране мира вот у нас коронавирус от у нас дистанция дистанционная как правильно сказать не знаю обучение в школе такая вот у нас телемедицина я как психофизиолог это понимаю для них и создать iso файл сделали снимок кт и отправить этот снимок кт-профессору в москве чтобы он в режиме диалога с веб-камерой которая стоит 700 рублей вот передо мной стоит камера за 700 рублей посмотрел послушал оценил снимок это вполне возможно и реально сто процентов с учетом интернета с учетом с учетом технических всех каких-то возможностей но отнюдь не вот этот самый главный снимок на данный момент на 20 07 22 2020 не планшет ирбис это не телемедицина господа мои коллеги и не коллеги вот такая вот у меня проблема существует вот такая у нас медицина не iphone и не ирбис и даже не мониторы а все вместе в комплексе целенаправленно упорядочено когда у нас до этого дойдет затрудняюсь сказать но вряд ли быстро хотя я думаю я уверен более чем уверен что где-то на западе там германии нидерландах швеции действительно возможны вплоть до операции там чтобы специалисты нужного профиля оценивали как минимум в качестве диагностики не говоря уже о том что какие то там не просто диагностические процедуры проводили наблюдали хотя бы и получали качественную диагностику нет к сожалению наши врачи рекомендуют смотреть на постеры на солнышке наши врачи направляют планшеты ирбис на пациента и больше у них мозгов не хватает вот и вся история к сожалению на этом все благодарю за внимание если что-то забыл поправьте меня если в чем-то не прав ругайте меня под этим видео но факт остается фактом уже сказал все что мог спасибо за внимание и удачи вам